Всем большой привет! Меня зовут Юля и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с Оксаной, с Оксаночкой Забестия, решили рассказать вам о том, что же находится в наших телефонах. Я вам покажу, как именно я располагаю ярлыки, что, по моему мнению, очень удобно. Также расскажу, какие игрушки я играю, хоть играю я редко, но все же играю. И покажу вам программы, которыми я корректирую фотографии, перед тем, как выкладывать их в Инстаграм. Ну, а если вы еще не знаете Оксану Забестию, то, я не знаю, вы, наверное, на Ютюбе второй или третий раз, потому что у нее канал очень давно, канал очень интересный. Оксана сама очень интересная личность, с огромными шикарными глазами. Я думаю, вы уже поняли, о ком я говорю. Обязательно переходите после этого видео и посмотрите, какие программы использует в своем телефоне она. Сейчас такой выбор различных телефонов, постоянно появляется что-то новенькое, поэтому выбрать достаточно сложно. Особенно, если ты блогер, и ты хочешь, чтобы и фотографии были классными, и видео было хорошее, и так далее. Вот на данный момент у меня все еще Asus Zenfone Selfie. У него обе камеры классные, селфи получаются отличные. Но сейчас не об этом. Если вы хотите посмотреть, какие же он делает фотографии, лучше я вам оставлю ссылочку. Вот сюда вот переходите, и там я показала фотографии с моего отдыха. Фотографии действительно очень-очень классные, и вы сможете оценить его качество. На экране у меня стоит картинка с кошачьими лопатушками, такими мягкими, красивыми. На первой страничке, там у меня много страничек, у меня находятся программы, для меня самые важные, и именно те, которые я использую практически постоянно, потому что очень много веду переписок. Ну и на фотографии в Instagram частенько заглядываю, как я располагаю свои ярлычки. Самые важные программы я расположила справа и слева, потому что, когда вы держите телефон, два больших пальчика как раз вот тут орудуют, и вот эти шесть ярлыков можно включить очень быстро и легко. Ну и, разумеется, вот эти нижние. Чаще всего я использую Instagram. Instagram сейчас, наверное, есть у всех. Если вы не знали, что у меня есть Instagram, добро пожаловать, заходите. Мой ник Микстелл Капучино. Для меня мой Instagram настолько же важен, как и мой канал. Заглядываю я сюда достаточно часто. Выгружаю видео не так часто, как хотелось. Видео, фото, не так часто, как хотелось. Так как сейчас у меня аллергия. Очень мне нравится вот эта новинка в Instagram. Выгружать коротенькие видеоролики или фотографии, которые исчезают через 24 часа. Очень люблю и снимать, и смотреть такие видеоролики. Классную вещь придумали. Дальше Facebook и ВКонтакт. Не буду Facebook показывать, ничего там особенного. ВКонтакте у меня есть и моя личная страничка и своя группа. Также заглядываю в нее достаточно часто и выгружаю в нее различные новости. Так что, если вы не знали, также добро пожаловать в мою группу ВКонтакте. По левую руку у меня располагаются также три самые важные для меня программы, которые я часто использую, потому что очень часто веду различные переписки. Messenger, Viber и WhatsApp. WhatsApp использую реже, чаще всего именно Messenger и Viber. Ну, я не знаю, стоит их показывать или нет. Обычная переписка. Не буду вам открывать, чтобы вы не видели, с кем я общаюсь. Почта, перископ. Перископ использую редко, но почему он у меня здесь? Потому что я про него забываю. Вот подумала, что если я ярлычок поставлю на самую первую панель, то я буду чаще о нем вспоминать и чаще выходить к вам в прямой эфир. Поэтому также заходите в гости. Буду стараться делать выходы чаще. Калькулятор у меня тоже на передней страничке, потому что часто его использую. Ну и, конечно же, галерея часы для того, чтобы ставить будильник. Вот, это вот самое основное, что я очень-очень часто использую. Дальше на второй страничке у меня идут программы. Плеер, который я использую. Плеймаркет, где я покупаю различные программы для ретуширования фотографий или различные игры. И Алиэкспресс. На Алиэкспресс я очень часто делаю различные заказы, поэтому также ярлычок у меня здесь имеется. Вынесла из папки, в которой у меня все программы для обработки, отдельно призму, бумеранг. И по призме недавно все просто начали сходить с ума. Сейчас немножко уже отошли. Здесь смысл в чем? Здесь есть различные эффекты. И черно-белые, и цветные. Вот, прикольная штучка. Такое, как будто нарисованное получается. Одна из моих любимых. Мозаика. И вы также отсюда сразу можете выгружать и в инстаграм, и в фейсбук, и сохранять. Бумеранг это крутая штука. Очень многие блогеры ее используют. Особенно мне нравится использовать бумеранг, когда новенькая косметика появляется. И вот у вас симпатичный такой видосик получается. Отдельно папочка у меня, где все программы для того, чтобы ретушировать фотографии с различными эффектами. И моя самая любимая вот здесь справа. Чем мне нравится эта программа, в ней можно и что-то заретушировать, и полностью замаскировать любой прыщик, любую красноту, осветлить и так далее. Вот сейчас выберу какую-нибудь фотографию. И дальше хотите что-то замаскировать, пожалуйста, я вам, например, покажу на где-нибудь вот здесь, на вот этом пятнышке. Хорошо видно вот это пятнышко? Вот, я выбираю заплатка. Оп. И в одном кружочке вы выбираете то, что будет в другом кружочке. Или ставите второе такое пятнышко, или ставите сюда, увеличиваете немножко, вот, добавить. И пятнышка уже нет. Здесь, например, вот мне все нравится, но меня раздражает вот эта вот резетка, которую хочется убрать. Тоже ставим за платочку. Раз. Протягиваем сюда, даже увеличим. Вот. И уже посимпатичнее. Если там осталось какое-то пятнышко, вы хотите его откорректировать, можете закрасить. Вот, выбираете закрасить. Пипеточкой выбираете оттенок. И закрашиваете все, что вам не нравится. И подтягиваете под тот оттенок, который вас будет устраивать. Вот, можно полностью вот эту стеночку немножко осветлить. Особенно, если на столе что-нибудь фотографируешь, на белом, то почему-то не всегда стол получается идеально белым. А с вот этим осветлением очень красиво получается. Видите? Никакой желтизны, все красиво. И также мне нравится функция деталей. Если плохо видно текст, вы можете провести по нему, и он будет более насыщенным, более четко читаться. Или глаза вы можете выделить. Сейчас также покажу, как это будет смотреться. Глаза на фотографии поближе. Выбираем вот эту кнопочку детали. И вот так вот по зрачкам можно пройтись. Очень красиво получается. Они более четкие становятся. Вот. Можно подчеркивать абсолютно все. Например, само название продукта, если оно немножко размылилось. Классная программа. Очень часто ее используют для того, чтобы вот или цветокоррекцию где-то подправить, или, например, если прыщик где-нибудь на лбу, то его можно полностью убрать, как будто его там и не было. Контур вообще веселенькая штучка. Я не использую, но побаловаться можно. Смотрите, можно укоротить подбородочек. Смотрите, какая смешная. Еще одна программа, которую часто использую, это зеркальное отображение. Вот тоже, например, эффект зеркала. Возьмем какую-нибудь фотографию. С такого ракурса, с такого ракурса. Двигайте, как вам удобнее, как красивее, на ваш взгляд. И вот так, и вот так. Все названия программ я вам опишу внизу под этим видео. Дальше здесь есть форма. Тоже можно побаловаться иногда. Возьму вот эту, к примеру, фотографию. И по формам. Вот так, видите, в облачке. Добавить какие-то звездочки, сердечки. Также здесь можно сделать коллаж и скрапбук. Но кроп, еще одна программка, которую периодически использую. Возьму несколько фотографий. Сделаем коллаж. Можно менять также расположение. Хотите, вот так. Кстати, симпатично. Вот так, вот так, вот так. Фон можно менять. Вот. Или одноцветный. Или можно вообще цветной. Вот так, поярче. В уголочке у меня тут спрятались две игрушки, которые я использую. Angry Birds и Zombie. Эти игрушки известны абсолютно всем. Они достаточно давно в интернете. Тут и логику нужно включать. Что мне тоже нравится. Как правильно, куда запустить эту птичку, чтобы угробить хрюшку. Ну, прикольно. Мне нравится. На зомби я тоже подсела. Играю сейчас практически каждый день. Я, наверное, пару лет назад уже прошла эту всю игрушку. Но потом захотелось еще раз. Тоже такая простая игрушка, но в то же время достаточно интересно. Вон, меня сожрали зомби. Частенько я смотрю видеоролики на кухне, когда готовлю кушать, или в комнате, когда убираю. И телефон не на что поставить. Поэтому вот такая подставочка мне сейчас очень пригодилась. Различные ролики смотрю теперь. Ну, класс. Вообще, если вам интересно, я могу отдельно сделать ролик о том, как сделать такую подставочку. Но на самом деле тут совершенно ничего сложного нет. Одна стенка, вторая стенка. Главное угол правильно рассчитать, какой вам будет удобен. Две картоночки по бокам, которые не дают разъехаться. И вот такую вот подставочку еще вот здесь приклеить. Я украсила самые, скажем так, некрасивые изгибы ленточкой, потому что у меня на маленькую подставку уже не хватало материала. А большая у меня аккуратненькая. Сейчас, наверное, покажу. Она где-то у меня тут рядом стоит. Вот, большая подставка. Совсем большая. Тоже у нее уголки. И вот здесь видно как раз, что это бывшая коробочка Avon. Здесь я заливала все силиконовым клеем, но на самом деле любым клеем можно это все приклеить. Вот такая вот симпатяшка. Сюда можно большой планшет поставить. Очень удобно. Внизу в описании под этим видео обязательно напишите программы, которые вы используете. Чем вы обрабатываете фотографии, на что вы, возможно, фотографируете с какими-то эффектами. Мне будет очень это интересно. И другим зрителям также интересно будет об этом почитать. Ну и обязательно переходите на канал Оксаны. Вот здесь будет ссылочка. Клацайте и переходите. Смотрите, что же у нее в телефоне. Ну а мы с вами очень скоро увидимся. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, если вам понравилась эта тема. И до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok